Добрый вечер! Добрый вечер, Гомель! И ученик 4-го класса начальной школы города Будокошелёва Тихон Байдаков. Дорогие гости! Добрый вечер! Добрый вечер! Итак, Маша Тихон. Многие дети часто думают о том, как хорошо было бы, если бы всё вокруг на свете было бы устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные, и родители должны были бы их во всём во всём слушаться. Как вы думаете, что представляют дети в моменты таких раздумий? Ну, я думаю приблизительно то же, что и мальчик из рассказа «Если бы я хотел быть взрослым», который мне очень нравится. Часто дети представляют тебе, как маме не нравится, когда они ей командуют. Ну вот, например, мама сидит за обеденным столом. К ней подходит сын и говорит. Ты это почему опять без хлеба ешь? Вот тебе новости! Ты посмотри, на кого ты похожа! Вылитый Кощей! Ешь сейчас же, тебе говорят! И она опустела голову. И ест. А сын и дальше продолжает командовать. И тут вошёл бы папа после работы, и не успел бы он даже раздеться, а сын уже закричал бы. А, явился! Вечно ты опаздываешь! Мой руки сейчас же! Хорошо, мой! Хорошо, мой! Нечего грязь размывать! После тебя на полотенце смотреть страшно! Щёткой мой! Хорошо, мой! Ну-ка, покажи-ка ногти! Это не ногти! Это когти какие-то! Просто ужас! Где ножницы? Не дёргайся! Ни с каким мясом я не режу. Остригу очень аккуратно. Вот так. Иди к столу, садись. Ну, он бы подошёл и тихонько спросил у мамы. Ну, как ты? Она бы тоже тихонько сказала. Ничего, спасибо. А сын бы немедленно! Разговорчики за столом! Когда я ем, я глух и нем. Запомните это на всю жизнь! Золотое правило! Папа, положи сейчас же газету! Горе ты моё! А уж когда бы пришла бы бабушка! Сын прищурил бы глаза и крикнул. Мама, папа, посмотрите-ка на свою бабуленьку! Грудь на распашку, шапка на затылке, красные щёки! Ты что, опять в какие гоняла? А что это за палку ты в дом приволокла? Такая грязная! А, это клюшка! Убери её с глаз моих долой! На чёрный ход! Дорогие телезрители! Это был мастер-класс по актёрскому мастерству. От Маши Гавриленко и... Тихона Байдакова! А вам, уважаемые родители, мы хотим дать дельный совет. Крепко любите своих детей и не расстраивайтесь по пустякам. Доброго всем вечера! До встречи!